Это моя семья! Супруги Розановы вместе уже полвека. Историю своего знакомства вспоминают с улыбкой на лице. Сошлись они в непривычном месте для встречи, в больнице. Анатолию Николаевичу тогда было всего 16, а его будущей жене 17. За 50 лет совместной жизни, конечно, были как горестные, так и счастливые моменты, говорят супруги. Но золотой паре удалось сохранить преданность и взаимопонимание. Секретов никаких нету? Просто друг другу в чем уступали? Ой, вряд ли. Просто мы на равных. У нас все было равное. Кошелек у нас был общий, дети у нас были общие, ругались. Мы как ругались? Каждый оставался при своем мнении. Понимаете, когда мы сходили, смирились, на мне начало было обижаться. Очень характерно оба. Не менее увлекательная история знакомства Валентины и Сергея Шохеревых. Будучи студентами, пара встретила друг друга на танцах в Петербурге. Сергей не постеснялся пригласить Валентину на медленный танец. Этот танец у нас продолжается до сих пор. С юмором и добродушием, говорит женщина. 13 февраля день золотой свадьбы стал для семейной пары вдвойне особенным. И мы с супругой в день нашей свадьбы приняли решение закрепить наш союз еще церковным браком. Мы обвенчались. В храме Архангела Михаила мы считаем, что мы это совершили осознанно, очень осознанно. Батюшка нас спрашивал, но мы отвечали, что мы хотим и на небесах, так сказать, друг друга встретиться, не растерять. Поддержать золотых супругов сегодня пришли 30 их детей, 20 внуков и даже два правнука. Такие праздники в ЗАГСе будут проходить раз в квартал. Это общее дело, направленное на то, чтобы, конечно, пропагандировать семейные ценности, семейные традиции. Потому что ни для кого не секрет, что семья – это основа государства, это развитие государства, развитие общества и рождение детей. Поэтому мы всем этим моментом уделяем особое сейчас внимание. Мы думаем, что совместно с мэрией города, с общественными организациями мы сможем охватить своим вниманием, я думаю, что порядка 100-120 семейных пар. В мае из-за праздников проведут сразу два чествования. Первое приурочат к 9 числу. ЗАГС откроет двери для супружеских пар ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Следующее торжество пройдет 15 мая в Международный день семьи. Тогда учреждения посетят молодожены и пары с новорожденными детьми. Кирилл Смирнов, Анатолий Холин. Новости.